На Муизирской снова после двухлетнего перерыва идет стройка. К сожалению, сказать, что она продолжается нельзя. Стен, возведенных предыдущим подрядчиком, уже нет. Строителям пришлось их снести до самого фундамента. Впрочем, и фундамент тоже пришлось усиливать. К сожалению, то, что это строение простояло несколько лет, не законсервировано. Оно пришло в негодность и дальнейшее его использование при строительстве невозможно. История этого долгостроя тянется уже почти пять лет. Строительство двух домов должны были завершить еще в 2012 году. Но тогда фирма подрядчик сорвала сроки. Контракт с ней расторгли, и полтора этажа с фундаментом так и не превратились в трехэтажку. Однако, выкупив подрядчика за 28 миллионов, эти стены в мэрии не сумели найти еще трех миллионов на консервацию проекта. В результате, простоявшие по открытым небом, незащищенные ничем газобетонные стены, природные нагрузки не выдержали. Их пришлось снести и начать строительство заново. Теперь у подрядчика осталось меньше четырех месяцев, чтобы сдать объект. Обещает успеть. Будет точно такая же конструкция, как на Сыктывкарской. Тоже крупнопанельное домостроение из панелей собственного завода. Это позволит в очень краткие сроки, которые отпущены контрактом, выполнить все работы и к концу года сдать, ввести в эксплуатацию данные дома. Окончание работы намечено на 15 декабря. После этого дома должны быть сданы в эксплуатацию. Сюда планируют в этом году переселить жителей 16 аварийных домов города.